Что происходит? Что за приколы? Почему за камень? Я не понимаю, как мы сюда попали? Это что, море? А где наш дом? Мы же просто сидели и играли в уну. Здесь происходит явно какая-то сильная аномалия. Мы не могли просто так сюда попасть. Мы даже не знаем, где. Мы можем пойдем, посмотрим, что здесь есть вокруг. Банали. итак по моему у нас есть три пути направо непонятно что там налево тоже непонятно или прямо поверх по ступенькам только не это решено идем вверх как ты думаешь там будет справиться ступеньками я не посмотри как он там развлекается справился с этими еще остальные терпите девчонки терпите ребята это точно не то место где мы живем спасибо по моему по этим домам понятно что мы в несколько тысяч километров от дома так мы здесь голоду умрем я уже хочу кушать то бы сомневался на самом деле и я уже очень голодная так стоп есть идея может мы зайдем кому-то домой спросим где мы находимся что это за место и покушаем заодно точно может они нас накормят и в туалет пустят а потому что те кусты явно засохнут после тебя ой-ой-ой я уже молчу про твои кусты мои кусты наоборот будут цвести и пахнуть розами живи в своем самообмане ладно хватит спорить пошли уже я уже не могу я так устал давайте может уже в этот дом зайдем давайте да успокойся ты нас так точно никто не пустит может пойдем другой дом ну наверное да может не какая-то автоматическая система да не похоже это какая-то явно паранормальная история во первых понедельник одного человека больше тогда всего этого мира не существует хватит болтать давайте пройдем дверь открылась тут точно явно что-то не то вроде неплохой домик а какие-то миллионеры живут главное чтобы у них был тук-тук здесь кто то есть мы с миром открыто может не будем заходить так что-то если как всегда посмотрим что тут есть вы посмотрите только какой крутой дом здесь растет пор это дом сам спустил а сейчас он сам отодвинуть стул чтобы все вместе сели за стол ага сада такая ты смелая мы находимся в паранормальном месте в паранормальном доме в котором сами двигаются предметы хватит спорить пошли за стол этот дом точно с паранормальными явлениями ну так пока внесли этот дом садись на стулья делаю все что тебе говорят дом скажи это ты над нами издеваешься или есть здесь кто-то еще если здесь есть привидение пожалуйста отпустите меня пописать дверь сама открылась мне кажется что тебя приглашают в туалет ну мне как-то страшно идти туда писать с привидениями нет тут никаких привидений паранормальных явлений дом тут самый обычный мы просто себя очень сильно накрутили я вообще не верю в это все ты чего а если эти потусторонние силы обидятся на нас и будут мстить нам ну наверное отказываться от предложения не надо поэтому я пошел в туалет духи спасибо я просто по маленькому я ничего там не испачкаю дверь опять сама перед ним закрылась она не открывается ой да я уверена что богдан сам закрыл двери и над нами издевается хочет нас опранковать а что если его засасали духи под предлогом его неизвенных потребностей ладно раз ты считаешь что богдан в опасности давай его спасать если эта дверь закрыта то давай зайдем через другую только осталось ее найти это всего лишь мое изображение ну ладно это туалет а а а я наверное сейчас все свои дела здесь сделаю а 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 Во-вторых, у меня для вас есть серьезная миссия. Поэтому вы и попали в этот мир. Кстати, да, как мы попали из нашего дома сюда? Ты задумил слишком много вопросов. Скажу только одно. Маленькая девочка тоже должна верить в меня. Иначе я ее жестоко накажу. Ты про Николь? Но она немножко скептик. Но я думаю, что она поверит. Если не поверит, она будет наказана. Надеюсь, нет. Хотел пописать? Но получилось чуть больше. Ну и ничего. Может, тут Богдан есть? Давай попробуем, открыт дверь или нет. Блин, он куда-то пропал, реально. Хотя, знаю, Богдан, скорее всего, он нас просто пранкует. Николь, ты разве не понимаешь, что мы действительно в каком-то паре нормально в доме? Тут духи какие-то с нами общаются. Здесь происходит куча всего странного и страшного. Стулья вообще двигаются. Ладно, пошли найдем этого пупсика. О, здесь есть второй этаж. Пошли наверх. Ты посмотри, как здесь красиво. Может быть, это никакие недухи, а просто нас кто-то сюда перевез, пока мы спали. А, за тысячи километров? Это мы что, неделю должны были спать? Ну, логично. Короче, пошли дальше искать Богдана. Погнали. Ого. Вау. Мне определенно нравится этот дом. Хоть и заколдованный, но красивый. Да, обычная холубка, но вот кровать... Прикольная. Эй, ты чего прыгаешь на кровать? Не зли дом. Он же потом нас накажет. Слада, какая ты глупенькая. Никто нас не накажет. Обычный дом. Обычный дом какого-то миллионера. И пока его нет, мы можем делать здесь все, что заходим. Так, Николь, с тобой скрывать. Вместо тебя скрыла что-то, пожалуйста. Ты успокойся ты, это обычная автоматика. Это духи. Я же говорила, ты разгневала уже их. Да, Боже, Злата, это просто дверь. Вот, смотри, я могу зайти. Выйти могу. Вот, просто дверь, ручка дверь. Даже закрыться могу. Николь, не сделай этого, пожалуйста. Такая ужина по никершам. Ладно, надо выходить искать Богдана. Э, Злата, это ты меня закрыла? Николь, я тебя не закрывала. Попробуй открыть изнутри. Я говорила, что этот дом на тебя походу офигелся, потому что ты не веришь ни во что. Дуракский дом, как я тебя ненавижу. Ненавижу, чтобы пала сюда. Кто здесь? Ты не узнала меня, девочка? Как я думаю, это ты что ли? Нет, я нечто лучшее. Я дух этого дома. Я накажу тебя. Ой, пустая болтовня. И что же ты сделаешь такое? Ты в моей власти. Я приготовил для тебя кое-что. Но за то, что ты себя ведешь так, ты сейчас ослепнешь. А, что? Что? Я действительно ничего не вижу? Когда ты сможешь исправиться, ты получишь свое зрение обратно. А сейчас прощай. Эй, не уходи, не уходи. Расскажи, что нужно сделать. Блин, он ушел. Злата, Злата, выпусти меня. Так, я попробую тебя освободить. Я умею взламывать двери монеткой. Сейчас найду я, подожди. Да, погнали. Он не ладит. Получилось? Николь, что с тобой случилось? Дух этого дома ослепил меня. И сказал, что возьмет мне зрение, если я как-то там исправлюсь. А я не знаю, что мне делать. А я тебя предупреждала. Я боялась, что произойдет что-то подобное. Ладно, давай тебя выведем на улицу и найдем все-таки Богдана. И попробуй вернуть себе зрение. Прямо, 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 прямо. Давай, давай, давай. Стой. Аккуратно. Прямо, прямо, прямо. Идем, просто идем. Аккуратно, левее, давай. Вот, где вы были? А ты где был? Мы тебя по всему дому ищем. Это Богдан? Потрогай, ты сейчас помнишь. Ну что, ты взял свои делишки там? Ага, и даже больше. А с тобой что случилось? Что с твоими глазами? Дух этого дома наказал ее за то, что она не верила. Дух и меня предупреждал за Николь. Но я думал, что все образумится. Все, заведите меня домой. Давайте лучше подумаем, как мне вернуть свое зрение. Аккуратно, погнали. Все, согласна. И? Есть. Блин, ребятки, я не знаю, как мне вернуть свое зрение. Он сказал, что я должна в чем-то измениться. Но я не знаю в чем. А ну-ка, давай вначале мы проверим, действительно ли ты не видишь. Да, Богдан, ну ты и проверяла. Ты что думаешь, я севаюсь над вами? А ну-ка, иди-ка сюда. Короче, на самом деле, это может быть пранк. А как же паранормальное явление в этом доме? Ну да, но нужно проверить все же, наверняка. Как ты предлагаешь это сделать? Нужно поднести к ее лицу что-нибудь опасное. Если она дернется, значит она видит. А если нет, то, ну вот, нет зрения. Нужно проверить. Ммм, вкусный, вроде как. Он еще горячий. А хотя кто его здесь варил? Его-то мы и возьмем. Она, походу, реально слепая. А какая еще? Кстати, а что это так вкусно пахнет? Это мое, дайте сюда. Итак, давай теперь четко рассказывай, что тебе сказал дух дома. Да, дух сказал, что он дурак и сам не знает, чего хочет. Откуда взялась эта подушка? Это не вы меня ударили? Нет, не мы, она взялась ниоткуда. Может, она взялась из-за того, что ты начала ругать дом? Тогда давай это проверим. Скажи еще что-то плохое про дом. Дом, ты меня слышишь? Ну да. На четверть, я надеюсь. Ты дурак, дом? А! Ну вот, моя теория и сработала. Дом всегда ее наказывает, когда она говорит про него что-то плохое. Николь, скорее всего тебе нужно просто извиниться перед домом. Извини. На. Ну что мне сделать, если мне перед этим домом совсем не стыдно? Я считаю, что он глупый. Нужно как-то заставить ее поменять, а то этот дом будет мстить всем, и нам в том числе. И мы не сможем с тобой вернуться к нормальной жизни, понимаешь? Обычно спорт воспитывает в людях сильный характер и правильный настрой. Да, ты-то знаешь, наверное. У меня кость широкая, поняла? Поняла. И что ты предлагаешь? Давай посадим ее на велотренажер и пусть едет куда-нибудь. А потом, когда она устанет, осознаешь, что она была неправа. Да, я слышала, что нагрузки выделяют в мозге эндорфин. И они позволяют мыслить человека по-другому. Давай попробуем. Кое-что мы тебе приготовили. Садись. Ну что, как тебе? Приходит немного осознание, что ты наглая девчонка? Ничего не приходит, до сих пор считаю дан глупым. Что, только не можешь что подушками бросаться? Блин, она неисправима. Давай попробуем с ней кое-что еще. Пойдем, расскажу. Ну что, что ты хотел? Я считаю, что ей нужно пережить шок, потому что она реально очень сильно обогрела. Только представь, мы оказались непонятно где, в этом неизведанном мире. В этом неизведанном доме. Мы не видели ни одного настоящего человека вокруг. Может это вообще Майнкрафт какой-то. Вот смотри, кубики, кубики, кубики. Короче, к чему я веду? Нужно Николь чем-то шокировать. Она испугается и перезинится перед домом. И мы спокойненько уйдем. Да, честно говоря, я тоже уже боюсь этого дома. Хочу домой. Ну, погнали. Присаживайтесь, аккуратно. Сидись. Так, давай скажем, что мы ушли. Она нас пусть ждет. И что? А то, что она дико боится пауков. Она будет сидеть одна и будет думать, что нас нету. А мы изобразим паука на ее голове. Она дико испугается и поймет, что была неправа. Ну, давай. Николь, подожди на здесь, мы скоро придем. Ага, хорошо. А, как приятно. Это что, вот та штука, которая голову массажирует? Блин, Николя, это паук. Это такая штучка в голову приятная, как массажер. Блин, она непробиваема. Ладно, заводим ее домой опять. Сейчас что-то решим. Давай. Домик, а ты дверь, пожалуйста, стульчик. Еще два, пожалуйста. Никогда к этому не привыкну. Короче, Николь, мы больше не можем с тобой сражаться. Да, мы со всех сил хотим вернуть твое зрение. А ты упираешься, причем непонятно зачем. И мы боимся, что дом всех нас накажет из-за тебя. А что могу сделать? Ну, не ведите себя глупо. Так что все, Николь, мы сдаемся. Если не хочешь обратно свое зрение, мы уходим. Да, мы пошли. Э, куда? Стойте, стойте. Пожалуйста, не оставляйте меня одну. Все, ты приняла свое решение. Хочешь вести себя как зазнайка? Веди, мы в этом не участвуем. Пошли, Злата. Благодарю. Ребята, ребята, где мы? Ребята, куда мы шли? Ребята, вы где? Ребят, придите, пожалуйста, вы где? Ребята, ты меня удивляешь. Этот дом живет своей жизнью, он живой. Ну, ладно. Пойдем лучше в эту комнату, посмотрим, что там. Мы там еще не были. Ага. Это что? Это она. Но нам это паура, а Мичиньей. Так что ты тут делаешь? Че, че, я тут живу. И вы теперь тоже. Подожди, а вот весь этот волшебный дом слепая Николь. И все вот это вот, что там двигалось. Злата, такая ты наивная. Это я под столом стулья шевелила. Просто решила в вас пранкануть. А Николь почему ослепла? А вот это уже не знаю. Николь, иди сюда. Ну, че там? Она прозрела. Прозрела, прозрела. А вы что хотели? Испугались? Скажите сразу. Если честно, то сильно испугались. Стой. А как мы здесь оказались? А это был один глобальный пранк. А судьи которого вы никогда не узнаете. Но если зрители догадаются, как мы здесь оказались, пишите в комментариях. Я потом расскажу. Фух, как дом не живой. А я уже думала, что сошла с ума. Ты не слепая. Конечно нет. Три, два, один, ноль. Ты на канале, Мисс Николь. Спасибо, что посмотрела это видео до конца. И не забудь поставить лайк. Мы помешали. Пока.